Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня мы с вами приготовим универсальную многофункциональную мазь от самых разных недугов. Готовить ее очень просто и самое главное, что она эффективная и полностью натуральная. Для нее нам потребуется мумиё в таблетках, мед и пихтовое масло. Мы берем 5 таблеток мумиё, добавляем 5 капель прохладной кипяченой воды. Напоминаю, что горячую воду брать нельзя. Воды мы берем совсем мало, чтобы только-только хватило на то, чтобы мумиё растворилось. Даже если наше мумиё не совсем растворилось, ничего страшного, будем добавлять к нему мед. И там-то оно уже точно растворится полностью. Меда мы добавляем 3 столовые ложки. Все тщательно перемешиваем. Наша смесь готова. И сейчас мы сюда добавляем 1 столовую ложку пихтового масла. Перемешивать нужно очень долго и тщательно, чтобы все компоненты соединились друг с другом. Поначалу масло будет плавать на поверхности. И нужно очень долго мешать, чтобы у нас получилась полностью однородная смесь. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Потом мы перекладываем нашу смесь в баночку с крышкой для хранения. Как вы видите, смесь у нас получилась однородная, очень красивого, насыщенного цвета. Сразу хочу сказать, что хранится она при комнатной температуре. В холодильник ставить её не нужно. А перед применением её необходимо хорошенько перемешать. Для чего же она нам пригодится? Если вдруг у вас заболела спина, если у вас, не дай бог, грыжа в позвоночнике и от неё возникает боль, если вы подвернули ногу или если у вас болят суставы, то есть при любых болевых симптомах, эта целебная мазь с мумиё вам может помочь. Моя мама очень часто пользуется этой смесью, натирает больное колено. И сейчас мы вам покажем, как правильно применять эту мазь. Берём мазь с мумиё и наносим тонким слоем на больное место. Слой должен быть не больше 1 мм, потому что если наложить много мази, может возникнуть покраснение из-за пихтового масла. Можно немножко помассировать и втереть мазь, эффект от этого только улучшится. Потом сверху мы накладываем бумажную салфетку, завязываем тонким платком и отправляемся спать. Утром колено придётся вымыть, потому что оно будет липким. Кальку или полиэтилен применять с этой мазью нельзя, наша аппликация должна дышать. Сразу после нанесения мази вы почувствуете ощущение тепла и лёгкого пощипывания. К утру боль будет значительно меньше, а через несколько таких процедур совсем утихнет. Вот такую эффективную мазь на основе мумиё я вам рекомендую попробовать приготовить. Делать её очень просто, все компоненты входящие в её состав весьма бюджетные, и она может постоянно быть у вас под рукой. Если вы приготовите её правильно, то никакого расслаивания смеси быть не должно. Мазь должна получиться ровной и полностью однородной. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Будьте здоровыми, красивыми. Не забывайте подписываться на мой канал Позитив ММ. Ну а на сегодня всё. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok